Фотографии всё, что осталось у Ильи Митрофановича от прошлой жизни. В свои 82 пенсионер остался один. Жену, братьев и всех трёх детей похоронил. Последний сын умер меньше года назад. От него только осталось три инвалидные коляски. Мужчина дал объявление об их продаже. Покупатель не заставил себя долго ждать. Он недолго думал, я говорю, четвертак хватит. 25 тысяч за три коляски. Я говорю, хватит. Ну, хватит, значит, а у вас случайно карточки банковской нет? Я говорю, нет, и не держал, и не видел я эту банковскую карту. Ну, знаете, вот мне, у меня мать, значит, там на койке лежит, не поднимается. Ей до туалета доехать надо коляску. Вы найдите вот моментальную карту где-нибудь, возьмите, и я вам кину эти деньги. Пенсионер, недолго думая, отправился в банк, оформил карту, а дальше действовал по инструкции покупателя. Он говорит, вставляйте туда в отверстие, и всё. Вы мне номер какой-нибудь дайте карточки. Вот эти номера, четыре злополучных, по четыре. Это, и эти выскочили операторы сюда, к этому, к банкомату. Говорит, не связывайтесь, не делайте этого. Ну, я не понял, что они сказали. Пока Илья Митрофанович ждал, когда к нему на карточку придут деньги, планировал, как их потратит. Главная статья расхода крыши, а её давно пора ремонтировать. За 20 лет на двух счетах накопил почти 300 тысяч рублей. Плюс ещё деньги от продажи инвалидных колясок. Должно хватить. Вот эти вот тазики, которые на стеллаже, я их подставляю всегда, чтобы в них вода текла. Потому что беспрерывная течь, и куда деваться. Через неделю ожидания мужчина отправился в банк. И там его ждала шокирующая новость. Вы знаете, я вас хочу огорчить. Я говорю, в чём дело? У вас деньги все списаны. Как так списаны? Да вот так списаны. Покупатель исчез, а вместе с ним и все сбережения. Пенсионер уже обращался и в полицию, и в прокуратуру. И писал президенту. В полиции 300 тысяч разыскивают уже девятый месяц. Первый следователь, когда я принёс эти бумаги, ну и разрывается душа, говорю, когда ждать конец этому? Он говорит, видите, вот на столе папка вот такая вот. Это вот все такие дела, как ваши. В управлении уголовного розыска области не скрывают мошенничество с использованием мобильных телефонов, банковских карт и интернета, бич современности. Вот одни из самых распространённых способов выманивания денег, которые используют мошенники. Звонки на сотовый. Оперативники условно называют эту категорию «мама, я попал в беду». Лепчанам звонят, как правило, из Самары, Саратова, Челябинска. Представляются родственниками, попавшими в аварию или их друзьями. Следующий вариант. На телефон приходит СМС-сообщение «ваша карта заблокирована». С этой ситуацией хорошо знакомы в уголовном розыске и в Липецком отделении Центробанка. Бывало много случаев, когда даже от имени Центробанка присылаются различные СМС-сообщения или телефонные звонки. Типа того, что ваша карта заблокирована Центробанком, вам нужно позвонить по такому-то телефону для разблокировки. Или предлагают от имени Центробанка совершить какие-то возмещения излишнеуплаченных налогов. В этом случае нужно понимать, что Центральный банк никогда не производит операции с физическими лицами. И тем более он никогда не высылает какие-то определенные СМС-сообщения. Мошенники узнают банковские реквизиты под любым предлогом. Третий способ выманивания денег через объявления на сайтах и в газетах. Этим промышляют в Липецкой области мошенники из Тулы и Московской области. Можно сделать вывод однозначно. То есть 90% этих преступлений совершают лица цыганской национальности. В настоящее время даже есть такая... Ну как бы вот среди нас мы проводим анализ, что некоторые из них даже прекращают заниматься наркотиками. Да, вот где-то там сбывают. Потому что это, во-первых, более опасно и иногда менее выгодно. А начинают это целыми семьями, начинают заниматься именно совершением мошеннических действий через объявления. Оперативники выяснили, что деньги Ильи Митрофановича перевели на две банковские карты и обналичили. Естественно, СИМ-карты, которые используют мошенники, оформлены на других лиц. Эти банковские карты открыты на жителей Тульской области, женщины, которые антисоциальный образ жизни ведут. Они их допросили, все официально в рамках расследования уголовного дела. И они сказали, что извините, мы за определенную денежную сумму оформили карты, отдали в пользу неустановленного человека, которого мы ранее не видели. Оксана Корабельникова, Роман Авраменко, Валерий Фаустов. Липецкое время.